Приветствую вас. Для ответа на ваш вопрос, я бы хотел подождать вам стричный вопрос. Как вы понимаете, направленный и нацеленный на то, чтобы вам помочь. Вопрос будет звучать примерно так. Итак, ваш муж – это психически здоровый человек? Было ли замечено за ним ранее что-нибудь, указывающее на то, что у него могут быть некоторые проблемы с психикой? Не случайно делаю пазу сейчас, потому что очень важно, чтобы вы подумали, чтобы вы над этим вопросом как следует поразмыслили. Значит, и тогда я буду исходить из того, что вы за своим мужем все-таки люди здоровые психически, и он не страдает какими-либо отклонениями. Если принять во внимание данный факт, то мы можем прийти к выводу, что у любого психически здорового человека есть мотивация для того, чтобы говорить и делать определенные вещи. В частности, у лучшего мужем была мотивации, пока неизвестно какая, для того, чтобы вам так сказать, чтобы сказать вам, что вы недостаточно для него. Ну, хорошо. Значит, значит, для чего это может быть нужно было? Вот просто подумайте сами, в чем выгода вашего мужа. Подумайте сами, какая выгода ему от того, что вы будете думать о себе как-то негативно. Что ваш муж фактически от этого получит? Постарайтесь найти ответ на этот вопрос. Он очень важен. Далее вы сказали о том, что у вас достаточно редкий секс. И это может говорить о том, что у мужчины, заметьте, у мужчины, не у вас, у мужчины, некоторые проблемы с потенцией. Вполне могут быть некоторые проблемы с потенцией. И человек подсознательно пытается найти причины этого, причины того, почему у него заниженная либидо. И, конечно же, ну, конечно же, виноваты в этом вы. Никто больше, только вы. И, кроме вас, больше никто не виноват. Конечно, для того, чтобы лучше понимать, что у вас происходит, нужна информация о вас более развернута. Но я думаю, что уже сейчас можно говорить о том, что у вашего мужа есть серьезная мотивация для того, чтобы вам говорить подобные слова. И эта мотивация связана с его неуверенностью в себе. И именно то, что он не уверен в себе до конца, именно то, что у него нет уверенности в себе, именно это заставляет его говорить вам эти вещи. Я не зря спросил у вас, психически ли здоровый человек ваш муж. Дело в том, что психически здоровый человек отличается от нездорового тем, что понимает, осознает, что он делает. Точнее, сознает. Не осознает, осознает. То есть, отдают себе отчет в том, что он говорит, кому говорит и как говорит. Соответственно, именно по этой причине, именно по этой причине, мне бы хотелось вам дать рекомендацию. Прежде всего подумать о том, что заставило вашего мужа так говорить. Это очень важно. Это очень важно то, что я сказал сейчас. После этого, после того, как вы для себя этот момент откроете, после того, как вы лучше будете понимать это, но следует принять следующее, следует принять следующее. Значит, не бывает для всех хороших людей. Для кого-то бывает одно, для кого-то бывает другое. И у вашего мужа есть явные проблемы. Даже если вы не в его вкусе, даже если вы действительно ему не нравитесь так сильно, он, если бы у него не было проблем, никогда бы вам не сказал таких слов. Либо он хочет вас обидеть, сознательно унивить, осознавая, что вы достойно большего, осознавая то, что он может вас потерять. Либо у него какая-то другая цель. Например, он самоутверждается за ваш счет. Таким образом. То, что у вас, например, довольно редкий секс, наводит его на мысль о том, что вы можете выбрать в кого-то, кто будет более активно выполнять свои обязанности и доставлять вам удовольствие. А это удар по самооценке вашего мужа. То есть проблема не в вас вообще. Проблема именно, именно и только в нем. И поэтому, поэтому, не стоит искать идея на себе. Кто-то говорит, ваш муж справедливый для него. Вам нужно знать ценность себя самой. И если эта ценность у вас пощатнулась, соответственно, нужно продумать, в чем именно вы в себя не уверены. И постараться именно для себя, а не для другого. Потому что сколько людей, столько и мнений. Для себя сделать так, чтобы вы соответствовали тому, как вы себя хотите видеть. И ориентироваться нужно именно на свой вкус, на свое восприятие. Не на аналогичного других людей, как она может меняться. Сегодня человек в хорошем настроении. И вы для него самое красивое. Например, сегодня человек в плохом настроении. И вы для него пустое место. И что вы будете ориентироваться на мнение такого человека? Я не думаю, что это было бы правильно. И я думаю, что вы сами это понимаете. Вам обидно. И это ключевой момент. И то, что вам обидно, те чувства, которые вызваны обидой, вы воспринимаете как реальные. В действительности обиду нужно проработать, то есть понять, что именно заставило мудро. Так сказать. А после, если неуверенность в себе останется, получается обидно вскрыло ваши подсознательные страхи. Потому что, если бы вы были уверены в себе, то никто бы вас в этом не разуверил. И значит, вам нужна тогда уже помощь в организации плана по достижению тех задач и целей, которые смогли бы вашу уверенность в себе повысить. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!